Залив многообещающий, я в нём на какое-то время, на часочек, я думаю, точно зависну, а потом уже буду передвигаться дальше. Ребят, ну вот поистине какой-то райский уголочек. Тишина, штиль, просто идеальный заливчик. Вот такая вот приманочка, так что её нужно сейчас попробовать убить. Вот, я как раз вытаскиваю, ребят, смотрите, я уже вытаскиваю практически поппер возле самой воды и хватает. Хватает всё-таки, всё-таки поппер сработал, вымучил его. Ну вот примерно такой, наверное, мне на резинку и брал. Фу, наконец-то я вымучил. Привет-привет, друзья! Меня зовут Вадим Лозицкий и мой канал о рыбалке на Кипре. Сайфрус, Басгайд. Отличная майская погода, чистое небо, солнышко. Ещё не совсем жарко, но и не холодно, где-то градусов 27-28. Но я привык, такая температура для меня комфортная, при такой можно ловить. Ветра нету, тишина, спокойствие. Я сейчас, видите, за моей спиной, какой классный заливчик. Так и напрашивается быстрее бы к воде и начать ловить. Где я сейчас нахожусь и что сегодня будет? Я в последнее время ездил в Пафос, совсем далеко от своего дома. Тяжело немножко, дорога выматывает. Всё-таки два часа после хождения по горам сложно, сложно. Очень сильно устаёшь вечером. Поэтому я решил начать обследовать, как говорится, хорошо забытые старые места. Я сейчас нахожусь на водоёме. В прошлом году я был здесь летом. Такое у меня было очень-очень экстремальное видео. Я тут лазил по горам. Потом очень много комментариев. Вадим, береги себя. Да, ребят, действительно, что-то я погорячился. Поэтому постараюсь, конечно, без таких экстремальных маршрутов. Хотя на Кипре, к сожалению, не всегда так получается. Где-то надо ради хорошей рыбалки лезть, пролазить, пробираться. Но всё равно буду, обещаю, буду себя беречь. Буду более аккуратным. Это очень-очень тяжёлый водоём. Честно скажу, это не только моё мнение, последние 5-6 лет, даже 7, не знаю, что происходит. Басы здесь гигантские, рыбы много. Но поймать её становится, стало сложнее и сложнее. Причины пока объяснить не могу. Я вот взял две палочки, третью не стал. Здесь у меня неогруженная резина, полуогруженная резина. И поппер, и воблер. То есть техник, куча разных. Что здесь любит Бас, что ему сейчас нравится, я не знаю. Это надо искать на воде. Это нужно пробовать. Я буду перемещаться не только пешком сегодня по водоёму, но и на машине. Потому что пешком здесь невозможно. Уровень воды для Майя непривычный. Потому что всё затоплено. Очень высокий уровень воды. Конечно, красиво. Не может не радовать с одной стороны. Но с другой стороны, смотришь сейчас на эти колючечки за моей спиной, пройти будет очень сложно. Но в любом случае, у меня в распоряжении 4 часа до вечера. Под вечер, естественно, может и днём я половлю на поверхностной приманке. Так что обязательно смотрите видео до конца. Будет наш любимый поппер. Посмотрим. А в течение дня я буду ездить по заливам. Потихоньку вот спускаться буду уже. Буду ездить по этим замечательным заливам. Ну, искать басика, где он здесь стоит, что он здесь кушает. И что он вообще здесь любит кушать. Конечно, придётся тут ещё походить мне по заливчикам, поискать его. Потому что может залив это симпатичный, но он не везде может стоять. Ну, посмотрите, какие кусты. Я сейчас донастра покажу. Ну, хотя, счёт показывать. Я уже не один раз показывал. Кусты здесь, конечно, жёсткие. Поэтому я иду медленно. Видите, аккуратно прохожу палочки. И вот выхожу на такой красивый мельчок. На такой вот красивый мельчок. Сосеньки я сейчас вот в тенёчке. Хочется, конечно, в жару постоять в тенёчке. Смотрите, какая красота. О, там даже затоплен островочек. Есть затоплены сосны. Вода шикарная. Вода шикарная. Я имею в виду чистая, прозрачная. Очень красивая. Залив многообещающий. Я в нём на какое-то время, на часочек, я думаю, точно зависну. А потом уже буду передвигаться дальше. Так. Ну что. В принципе, вам всё рассказал. В принципе, вам всё показал. Я думаю, теперь нужно начинать потихонечку уже ловить. На этом прекрасном водоёме. Когда я вижу такие места, настроение очень-очень поднимается. Уже до самой рыбалки. Потому что действительно очень красиво. Камера эту всю красоту не передать. Ну, я стараюсь, друзья, максимально для вас показывать и рассказывать о нашем замечательном, любимом острове. Что, погнали ловить баса? Ну, конечно, здесь техник можно применять очень много. Потому что есть сочетание глубины с мелью. Это можно и на подной Техас, и дропшот, спиннербейт. Ну, не напрашивается так, как единственный открытый такой пятачок. Потому что там будут кусты, там кусты. И это всё, конечно, ближний бой. Неогруженная резина. Потому что остальные приманки просто чревато потерять. Я решил начать здесь воблера. Возьму у меня 105-я каблиста стоит. Минного суспендера. И так как как раз здесь подходящий такой мельчок. Переход с глубины. Она идёт с заглублением 1,80. Поэтому, я думаю, как раз для неё самое оно. Хотя кустов очень много. Очень много кустов. И на воблер ловить опасно. То есть, можно приманку хорошо зацепить. А кусты не только на берегу, как я вам показывал. Но и в воде тоже жестокие. Попробую. То есть, мне позволяет пока вот эта местность поработать на воблер. Поэтому я её, соответственно, отработаю на воблер. Всё. То есть, буду ещё не просто менять приманки. А приманки буду использовать по месту. То есть, если я вижу место, которое мне позволяет поработать на воблер и спиннербейт. Я буду использовать воблер и спиннербейт. Там, где непроходимые кусты, соответственно, я уже буду такую неогруженную резину. Пока вот поработаю на воблер. Ну, хотя он даже бьёт вот здесь уже. Он даже зацепил что-то. Ну, вот так. Ну, на воблер и на мели никто не откликнулся. Здесь уже, как видно, одни кусты. Так, здесь у нас камыши. Там вообще всё затоплено. Но здесь, конечно, нужна только неогруженная резина. Или полуогруженная. Ну, или на крайняк, как говорится, топ-оттеры. Приманочки, которые идут поверх. Ну, так ветерок. На попер я буду ловить под закат. Вот, поэтому сейчас здесь пройдёмся неогрузочкой. Поставил я рачка. В последнее время вот рачок меня как-то больше выручает. И заметил и на всех водоёмах. Прямо вот очень хорошая положительная реакция. А наш любимый, всеми так обожаемый, особенно начинающими рыбаками Уэки-Уэки, который просто вот такая панацея уже, как раз-то перестал работать. Ну, по крайней мере, у меня перестал работать. Может, и у других, конечно, он также замечательно работает. Хорошая тоже техника, естественно. Но вот у меня полуогруженный рак. Работает чуть получше, так скажем. Поэтому я хочу его попробовать и здесь. Ребят, ну, это поистине какой-то рачки уголочек. Тишина, штиль, просто идеальный заливчик. Весь в затопленных деревьях, весь в затопленных кустах. Визуально, вот, вижу. Вижу одного басика. Грамм 150. Вот это первую рыбку, которую я сегодня увидел. Пока попробуем на неогрузку. На полуогруженного рачка. Вот между хвостик. Здесь надо поработать. Если есть этот 150-граммовый басик, наверняка есть другие. Тяну рачка, по-моему, поклевка. Есть! Есть! Сошел! Ага. Или есть? Не, не, сошел, сошел. Сошел. Причем, первая поклевка вышла с этого заливчика. Ну, может, и маленький бас. Скорее всего, небольшой. Вот там вот далеко, далеко схватил. Вот там вот нападение по тем берегам. Ну-ка, нужно сейчас повторить. Так. Уже чуть поинтереснее стало. А то я уже совсем разочаровался. Думаю, ну как же, ну неужели даже. Ни поклевочки в этом заливе не будет. То есть не все так плохо. Ни все потеряно. Поклевочки есть. Я только думаю, как раз вот нужно сменить, наверное, шторчка на уэки. Вот. И только я подумал в голове, и как раз поклевочек. Может, надо было еще ему дать чуть-чуть. Рановато, если экономил. Но он прямо вот в руках начал так бам-бам-бам бить и тащить. Ну, тот симпатичный залив, который вначале радовался, не нарадовался, ловил там, ловил. Видел одного басика визуально. Была одна мощная поклевка на полуогруженную резину, на рачка. И на этом все. Ну, в общем счете, я потратил практически больше, чем час. Это достаточно много. Но меня эта поклевка заинтересовала. Потом поклевок не было. Я сейчас переместился в другой залив. Достаточно, видите, такой маленький, узкий. Поэтому я хочу попробовать, который я, не знаю, показывал до этого мне или не показывал. Нетрик. Вот такой вот. Вот такая вот приманочка. Так что ее нужно сейчас попробовать вделить. До этого у меня не удавалось возможности. Как раз узкий залив. Такая 4 грамма. Опущу, подергаю, посмотрим, будет ли на нее реагировать бас. Я признаюсь честно, сейчас ловлю первый раз. Еще на нее ни поклевок, ни рыбы не было. Поэтому как раз вот и испытаем, как она работает вообще на Кипре. Вот видите, там заливчик. Вот как раз я и... Можно, в принципе, подойти, но я добрасываю. О, добрасываю. Отлично. Вот у меня, то есть, сразу вот я его бросил и начинаю. Натягиваю, подергиваю. Натягиваю, подергиваю. То есть, как раз я его здесь... Ну, смысл на дно его опускать здесь никакого нет. Потому что здесь четко видно, что на дне кусты. И поэтому я его буду сейчас именно в пол воды. Вот этот маленький такой тупой хвостик, он должен, по идее, как показывают в других модных американских фильмах, должен очень привлекать басы. Ну, должен это одно, а в реале другое. Поэтому сейчас посмотрю, покидаю чуть-чуть. Не знаю, там такие кусты, конечно. Сейчас, постараюсь, может, дальше чуть пролезть. Сейчас пролезу чуть дальше, чтобы поудобнее было бросать. Так, аккуратно. Опа, раз, так. Все. Выдергнул. Все. Так, что у нас здесь кустами? А у кусты, как всегда, раз, два. Что-то получается. Так, сижать, один, три, четыре, пять. Так, вот, ну здесь. Что-то я выбрался куда-то. Глубинка есть. Залив тоже классный. Залив, конечно, суперский. Так. Ну, попробуем прямо так его. Вот таким образом покидаю здесь. Чуть-чуть заглубить. Да, здесь так, ну, глубинка нормальная. Метра, я думаю, три точно будет. Ну, 2,70, 2,5. Так. Хорошая глубина. Посмотрим сейчас. Объездил я в итоге первый симпатичный залив, второй симпатичный залив, третий симпатичный залив. И только всего одна поклевка была, и все. Сейчас я переехал, можно так сказать, в русло водоема. Здесь у нас меляк. Я приехал и буду здесь до вечера. В надежде, что на этом мелячке успокоится, будет гладь. И здесь я буду под самый закат, уже под самую такую темноту пробовать на попер. Здесь идеально подходит дропшот и Техас. Ну, я выбрал дропшотик. Поставил такой trailworm. То есть червячок. Такой flat trailworm, он даже называется. То есть такой плоский. Плоский червячок. Именно плоский. И вот здесь такая проводочка на дропшот немножко отличается. от слага и от рычка. Здесь я постоянно поддерживаю. То есть два рывка, и он у меня таким образом играет, планирует. Водичка чистая, прозрачная. Если есть басик, он обязательно увидит этого играющего червя и заинтересуется. Так, теперь то же самое. Сейчас уже пошла такая настоящая приятная гладь. Попробую на полуогруженного рычка. Здесь вот где он плескался. Я провел на дропшот. Поклевок нет. Поставил такой червячок на дрик. Тоже поклевок нет. Вот днем, когда я приехал, только бросил. Была жесткая такая хорошая, уверенная поклевка. Именно как раз на рычка. Потому что мне кажется все-таки, что рычок, вот этот, у него активные клешни такие, вот им я веду и в пол воды, и можно опускать очень-очень хорошо играет. Его прямо видно вообще. Он так шикарно опускается. И тем самым визуально, конечно, в такой воде его видно очень легко. Поэтому я вот на его и рассчитываю почему-то больше всего. Мы сейчас покидаем здесь. Время. Поппер уже идет, вечереет. Отлично. О, там плещется. О, начала рыбка, кстати, играть. Еще там плещется на водоеме, здесь плещется. Начала реально играть рыбка. Ребят, вечереет. Ветерок прекращается. То, что мне нужно. То, что мне нужно. О, на ручка поклевочка, поклевочка. Есть, есть, есть. Все-таки да. Все-таки я с ручком не прогадал. Такой небольшой малыш. Он так классно так. Раз, два и, видели, сошел. Ага, то что, откусил клешню. Парнишка откусил клешню. Ну да, вот в такой, видите, еще здесь у меня не огружено. Офсет крупный. Для него, конечно, тяжеловато. Тяжеловато будет такую приманку заглотнуть. Хотя, если все-таки... О, ух ты, вот они, вот они, вот они. Целых три штуки. Как их они появились? Такие. Сейчас я брошу. Прямо сюда посмотрим. Посмотрим, кто пойдет или нет. О, есть сразу поклевка. Поклевка, 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 поклевка. Ну? Заживет или нет? Заживет или нет? Только бросится сразу. Вот они, когда вышли. Поклевка и отпустил, видите? То есть, два раза ударил и отпустил. Сейчас еще раз брошу. Вот они где появились. Ага. Сразу рыбка активная. Ну, такие где-то, такие тоже по грамм 200. Прямо 4. 4. Прямо такая стая. И я вот бросил. Сразу же зрачком один. Сразу два удара таких. Мощных. И не схватил никто. Покусал, покусал. Так. Ну, водоемчик. Уже оживился. Это уже интересно. Доемчик уже оживился. Может, кого сейчас... Поклевочка, сход. Уже... Уже... Уже интересненько становится. Разно интересно. А вот они, вот они, вот они пошли опять. Такие парни. Ребята, я говорю шепотом. Прямо только что. Я только хотел кидать попер. И два метра возле берега. На миле выпрыгнул бас. Я думаю, там точно на двушку. Точно сейчас на двушку. Попробую сейчас там попером пройти. Вот на этом милике. Прямо на милике. Сейчас под вечер. Я сейчас прямо замер. Я только как раз включаю камеру бросать попер. Просто такая свеча. Значит, здесь есть крупный бас. Я буду ждать его. Я буду ждать его до самого заката. Настало то время, когда нужно его ловить. Есть! 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 Зашел! Первая атака, первая атака. Это уже был нормальный басик. Это уже нормальный басик. Это уже такой нормальный басик. Не скажу, что гигант. Не скажу, что гигант. Но... Вот так. Вот оно озеро включилось. Практически за 20 минут до заката. В нем делать нечего. Он весь прячется, спит. Вода прозрачная. Здесь еще один только классный заливчик. Ну, вот уже прямо на грани, на грани. В принципе, уже можно работать попером. Чуть-чуть бы еще. Рябь ушла. Было бы хорошо. Там уже, конечно, я в предыдущем, где у меня был свод. Все, что возможно, сделал. Все, там ушел. Здесь надежда, что места еще поперном не распугали. Так что посмотрим здесь. Ну, то, что реакция была сразу моментальная на попер. Это очень хорошо. Значит, если он есть, рядышком он обязательно возьмет. Ах ты, вот. Я как раз вытаскиваю, ребят. Смотрите. Я уже вытаскиваю практически попер возле самой воды. И хватает, хватает все-таки. Все-таки попер сработал. Вымучил его. Ну, вот примерно такой, наверное, мне на резинку и брал. Фу, наконец-то я вымучил. Причем уже вот возле берега я его выматывал. Вот прямо на этой мельчке. Все-таки он здесь есть. Так, что у нас здесь? Ну, сильно не заглотнул, но нужны щипчики. Поэтому я иду его освобождать щипцами. Ну, вот видите, даже такую вот рябь вечернюю. Вот даже рябь неспокойную. Но вот все равно он на миле стоит. Он видно, что он стоит. Практически я уже потерял бдительность, потому что я видел вот, ну, воблер прям вот, не воблер, а попер вот был два метра под ногами. Я практически отвернулся, реально отвернулся с камерой и просто такой бам удар в руку. Ну, на попер, конечно, это все дело поинтереснее и надежнее, чем с резиной сегодня. Не знаю, может еще удастся кого-то выманить. Хочется, конечно, того кабанчика выманить, который там плескался. Ну, не знаю, получится или нет. Конечно, вот там затих ветер, а здесь продолжается, продолжается. Ну, вот он ходит здесь, походу, на миляках. Басик везде есть. Так. Скорее, что вот недалеко от берега. Он прямо вот прямо на этих милячках. Сейчас, ну вот, в последние практически минуты садится солнце и будет полная-полная темнота. Ветеря, в каких-то местах была тишина. Я был уверен, что на миляке, конечно, будет идеальная тишина. Но такой холодный, неприятный ветерок, на самом деле, не очень хорошо. Но бас плескался, бас начал активизироваться под вечер. И у меня уже такие все надежды. Сейчас вот этого крупного выловлю-выловлю, выловил только мелкого. Еще раз кидал, ходил вправо, ходил влево, везде кидал. Но ничего, ничего больше не получилось. Вот такая рыбалка. Я осознанно просто ехал, знал, что она будет сложной. Я сейчас сразу сказал, это очень-очень сложный водоем. Здесь или ничего, или ты ловишь сразу бонусного баса. Бонусного баса мне не удалось. Но всеми правдами, неправдами добился и поклевочек. Поездил, покатался. Ну, вот это, конечно, красотой, когда вот так озера полные. Это что-то, это что-то. Горы, закат. Я вот сел даже на травке немножко. Посидел просто в тишине, полюбовался. Пахнет как хорошо. Короче, отдохнул сегодня. Отдохнул. Хотелось, конечно, я не буду лукавить, ребят. Конечно, хочется поймать всегда хорошего крупного баса. Получать вот этот кайф, свист удилища, звук фрикциона. Но сегодня он меня перехитрил. Не взял, не взял. Что-то я не так делал. Погода. Ну, в любом случае, в любом случае, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно будет много интересного. Обещаю. Берегите себя, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok